Он верил, что ему хотят помочь, что деньги находятся под надежной защитой. И надеялся на службу безопасности банка. По крайней мере, именно ее сотрудником назвался человек, который позвонил с незнакомого номера. На днях мне поздним вечером позвонили из банка, представились сотрудниками банка. И сказали, что с моего счета пытаются снять деньги. Единственный способ это все предотвратить, прямо сейчас отправиться в ближайший банкомат. Снять деньги и переложить их на безопасный счет. Так мужчина и поступил. Отправился к терминалу, получил деньги и зачислил их на счет, реквизита которого незнакомец продиктовал по телефону. После этого молодому человеку сообщили мобильный номер, по которому якобы должны вернуть всю переведенную сумму. То, что это обман, парень понял после безрезультатных попыток дозвониться. Я заподозрил что-то неладное, позвонил на горячую линию банка. Там мне сообщили, что со мной связались мошенники. В общей сложности мужчину обманули на 250 тысяч рублей. В центробанке говорят, что после подобных случаев шансов на возврат украденных средств практически нет. Поэтому нужно как можно внимательнее относиться к таким ситуациям, когда кто-то звонит и представляется банковским сотрудником. Когда вам поступает звонок с неизвестного номера, с номера 495, и на том конце провода представляются службы безопасности кредитной организации, самое первое и главное, наверное, золотое правило – нужно положить трубку и перезвонить на номер телефона, который указан на обороте банковской карты. Настоящие операторы сообщат вам, что происходит на самом деле. Важно знать, звонок от подлинного сотрудника банка всегда носит информативный характер. Любые побуждения к действиям говорят о том, что вы ведете беседу с аферистом. С такими телефонными звонками из псевдобанков столкнулись, наверное, уже миллионы россиян. Число обманутых продолжает расти. Аферисты успешно осваивают IT-технологии. По результатам 2019 года, подведя итоги, можно сказать, что из всей массы мошенничеств, мошенничества, совершенные в сфере высоких технологий, занимают практически 80% от общего объема. В абсолютных цифрах мошенничества, совершенные с использованием сети интернет и мобильной связи, составляют около 3000 по территории Пермского края, а кражи, совершенные с использованием информационной технологии, порядка 2700. Пандемия коронавируса подтолкнула мошенников к изобретению новых схем. Самая популярная – компенсация за ущерб от вируса. Злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь. Этими действиями черные колл-центры собирают информацию о картах и персональные данные. Процветают и классические виды развода, когда аферисты просят сообщить CVV-код в СМС. Но на такие простые схемы люди реагируют все реже. Многие знают, что подобные звонки совершают из мест лишения свободы. Уважаемая Ольга Евгеньевна, ваша карта Сбербанк-Виза заблокирована. Просим срочно сообщить CVV-код на номер техподдержки. С уважением, Служба безопасности Сбербанка. Фарта в делах ваших нелегких, Ольга Евгеньевна. Жизнь ворам. Эксперты признают, сейчас установить личности таких дистанционных мошенников очень сложно. Они могут выходить на связь и за границы. Как правило, по данным управления уголовного розыска, в последнее время все звонки мошеннически осуществляются с территории ближнего зарубежья, территории Украины. С территории тюрем таких звонков стало меньше, потому что правоохранительные органы ведут работу. Как говорится, молчание золото. А в данном случае сброшенный звонок означает еще и сохранность ваших средств. Помните, нельзя переводить деньги по неизвестным реквизитам, нельзя общаться с вынуждающими это делать представителями банков. Не переходите на подозрительные ссылки в интернете и никогда никому не сообщайте свои банковские данные. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Дмитрий Гаврилов, Телевизионная служба новостей.